Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить одно очень простое, но просто дико вкусное испанское блюдо. Встречайте, сарсуэлла. Бывает сарсуэлла из рыбы, бывает из медепродуктов, но самое вкусное, конечно, из смеси рыбы и медепродуктов. По сути, это просто набор морских гадов, тушеных в простецком таком соусе. Выглядит оно, конечно, не очень презентабельно, но это просто какой-то гастрономический восторг. Причем, чем более разнообразный набор продуктов в нем, тем вкуснее получается. Иногда еще говорят, что сарсуэлла это не до боябес. Кстати, боябес на канале есть, ссылочку оставлю и в описании тоже. У меня есть треска, смотрите, какая здоровенная. Понадобятся, конечно, всего два кусочка от нее, все остальное пущу, наверное, на котлеты позже. Есть морской черт. Тушки были заморожены, я их разморозил в холодильнике. Также я купил замороженных каракатиц мелких. Тоже в холодильнике размораживались. Обождитесь возмущаться. Они есть, например, в метро Кэшн Кэри. Каракатица – это, по сути, такой же кальмар, но, в отличие от последнего, в течение 25-40 минут тушения каракатица размягчается, становится классной, мягкой, очень вкусной. Еще такие гады тоже были заморожены. Все сырые, даже вот эти вот красные креветки, такая порода, в сыром виде красная. Можете погуглить в интернете. Гамбос Рохос называется. Говорятся, конечно, потом в тарелке с этими гадами очень неэстетично, прямо скажем, но с ними вкуснее, чем без них. Еще бы очень хороши были мидии, но не нашел приличных в магазине. Так, начну, пожалуй, процесс. В большой сковороде надо нагреть достаточно большое количество масла оливкового, ароматного. Оно здесь не для жаноты, оно свой аромат потом что-то с блюда отдаст. Этот трескетчик рыжу, парочку таких крупных кусков. Их надо в муке запанировать. И теперь слегка подрумянем на сковороде. До готовности не доводим. Нужно получить аромат прижаристой корочки. Пока процесс идет, пора помидорами заняться. Можно брать свежие, можно консервированные, цельные в собственном соку. Кому как удобнее. Рыбу пора перевернуть. Отлично. А помидоры надереть на терке. Супер. Так, все, рыбу вынимаем. Обожариваю я только треску. Морской черт будет сразу тушиться. Вообще для этого блюда, на мой вкус, лучше всего подходят рыбы без мелких костей. Вскорую отправляются каракатицы. Их до готовности тоже ни в коем случае не доводим. Так, слегка прижариваю и все. Да, насчет рыбы. Можно, конечно, использовать любую морскую рыбу, но в готовом блюде ковыряться потом с мелкими косточками, ну как-то не очень приятно. Пора вынимать. Так, ну и лук теперь в сковороду. Обжариваем до прозрачности. Даже, я бы сказал, до начала зарумянивания. Как-то так. Ну, конечно, главное не сжечь. Пока кривитосами займусь. Чистить их не надо. Все вот ноги отрезать. В панцирях много вкуса, пусть усиливает прелесть соус этот вкус. А то, чтобы кишку вынуть, достаточно панцирь по спинке разрезать ножницами. Да, приходится покорячиться немножко. Но, если вы не для гостей это блюдо готовите, а для себя, то можно сразу чищенные купить. Естественно, не вареные. Ну, и так использовать. Вкус они дадут. А чтобы яркость панциря добавить, ну, используйте креветочный биск. На канале есть, ссылочку оставлю. Так, лук, между прочим, до кондиции дошел. Пора добавить сухого белого вина. Примерно миллилитров 100-150 на эту сковороду. Сейчас оно немного выпарится. Очень хорошо. Сразу же томатная паста. И пора, пожалуй, добавлять томаты. Когда их сок выкипит, и они начнут прижариваться, вкус сыр их уйдет. Вот только тогда я морского черта в сковороду положу и верну туда каракатиц. Тут спешить не надо. Огонь сильный. И сразу рыбный бульон. Он у меня в замороженном виде хранился. Соответственно, я его предварительно разморозил. Сейчас уже можно и посолить все. Оставлю тушиться примерно минут на 20. Сам пока займусь такой штукой. Не знаю, как назвать правильно. Ну, с заправкой, наверное. Миндаль надо поджарить слегка. Парочка зуков чеснока. Их слегка порублю, чтобы в ступке проще было разбить потом в кашу. Миндаль тоже надо порубить. И теперь растираю в ступке. Очень хорошо. И петрушку надо тоже мелко нарубить. Теперь смешиваю с миндально-чесночной заправкой. Немного масла оливкового. Экстральвежин, естественно. Очень хорошо. Заправка готова. 20 минут прошло. Пора добавить морских гадов и треску. И парочка лавровых листов. И оставить еще минут на 10. Ждем. Заправку сюда. От горячего соуса она моментально нагревается и идет такой аромат. Начну я с рыбки. Видите, какая нежная, да? Потрясающий соус. Этот соус по густоте, наверное, нечто среднее между жидким соусом и густым, очень густым бульоном. Это так классно. Слушайте, каракатицы малюсенькой, ароматненькой. С заправкой с этой замечательной. Каракатица идеально мягкая, просто таяет во рту. Можно вместо каракатицы использовать, конечно, кальмаров, но кальмаров нужно класть не обжаривая и минуты за три, за пять, может быть, до окончания готовки, чтобы они не стали резиновыми. Так получится то же самое. Блюдо очень вариативное. Можно разную мелкую рыбу использовать. Она просто сделает более насыщенный вкус, но ее нужно положить пораньше, чтобы она тушилась и расползлась совсем уже в кашу, сделала густой насыщенный бульон, чтобы даже косточки расползлись. Заправка тоже к месту. Не стесняйтесь ее использовать. Готовьте и наслаждайтесь. Вот такое вот вам простецкое испанское блюдо. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok